В 80-х годах прошлого столетия Людмила Нильская была очень популярна и востребована в кино. Многие помнят такие фильмы с участием актрисы, как «Бешеные деньги», «Государственная граница», «Никто не заметит тебя», «Комбат» и многие другие. Но в начале 90-х Нильская, как и многие ее коллеги, осталась не у дел. Из театра отпустили на больные хлеба без сохранения зарплаты, а в кинематографе наступил «Мертвый сезон». В последний раз она появилась на экране в 1992 году в фильме «Исповедь содержанки». И тогда, поддавшись на уговоры мужа, Людмила согласилась на переезд в Америку. Стоит отметить, что до встречи с супругом. На съемках фильма «Никто не заменит тебя» Нильская познакомилась с Борисом Щербаковым и без памяти влюбилась в него. Начался роман, несмотря на то, что актер был женат и воспитывал маленького сына. Их отношения зашли так далеко, что Борис готов был уйти от жены Татьяны Бронзовой. Но благодаря друзьям, которые периодически вправляли ему мозги, а этого не случилось, влюбленные поняли, что должны расстаться. Людмила очень тяжело переживала разрыв с любимым, и чтобы забыться и вырвать чувства из сердца, вышла замуж за своего давнего поклонника Георгия Исаева, который работал простым водителем. Любви к мужу актрисы не испытывала, но сделала все, чтобы он был с ней счастлив. Даже устроила его администратором в театр имени Маяковского, где сама служила с окончания института. Она очень хотела ребенка, но все беременности заканчивались выкидышами. И только после длительного лечения, через 9 лет после свадьбы, супруги стали родителями. Сын Дмитрий родился в 1991, а через 2 года, продав московскую квартиру, семья переехала в Америку. У Георгия там жили родственники, поэтому пока остановились у них, а все деньги вложили в бизнес, открыли автосервис, который вскоре пришлось закрыть. Дохода он не приносил, одни убытки. Людмила устроилась продавщицей в крупный торговый центр, но не выдержала нагрузки. Потом водитель в социальную службу, обслуживала русскоговорящих пожилых людей. А Георгий занялся фарцовкой, возил в Россию джинсы, майки, сигареты, а оттуда икру, хохламу матрешек. Все чаще он стал задерживаться на родине подолгу, а в один из приездов объявил, что встретил другую женщину и хочет развестись. Актриса так устала от американской мечты, что сама тоже с удовольствием вернулась бы обратно. Но беда была в том, что возвращаться было некуда, негде было жить. Выручила подруга, уговорила пожить пока у нее. И окрыленная Людмила, без сожаления, покинула негостеприимную Америку. Ей повезло, на родине сразу ее не забыли. Как забывали многих иммигрантов, которые, вернувшись, оказывались у разбитого корыта. Нильскую пригласили сразу в три фильма. И она, пройдя пробу, была утверждена на все три. С тех пор она опять стала много сниматься, в том числе и в главных ролях. Черная богиня, городской романс, расплата за грехи и, наконец, Галина, где актриса сыграла Галину Брежневу и окончательно вернула себе прежнюю популярность. Кроме съемок в кино, Нильская играла в антрепризе и поступила в театр киноактера. Она и сейчас выходит на сцену, много гастролирует, но старается выкраивать время и для семьи сына, для внуков. Замуж актриса больше не вышла. Хоть варианты и были мужчинам, она по-прежнему очень нравилась. Но так как она сама без сильного мужского плеча справилась со всеми трудностями и одна вырастила сына, то справедливо считает, что сейчас ей уже никто не нужен. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.